Вот этот кристаллик, вот он лежит. Вот я подношу магнит, он становится на ребро. Это значит, что он чувствует магнитное поле. Это маленькое прозрачное стекло – уникальный магнитный кристалл Бараджелеза. Крымские ученые потратили десятки лет, чтобы его вырастить и изучить. Запатентовали и занимаются его исследованиями, в том числе и с зарубежными коллегами. Мы научились выращивать практически идеальные кристаллы, где атомы располагаются в очень строгом порядке. И такие кристаллы могут быть применены как монохроматоры синклатронного излучения. Найти им применение можно и в других сферах. Например, использовать кристаллы как элемент магнитной памяти, датчики температуры, давления и даже повысить с их помощью электроемкость аккумуляторов. Для того, чтобы кристаллы росли, их нужно обратить в жидкое состояние. Для этого их надо растворить. Растворителем является окись свинца. Мы помещаем это, смешиваем с окисью свинца. Вспомогательные печи где-то делаются. Вот этот состав разогревается. Процесс синтеза длительный. Рост начинается при температуре около 1000 градусов, которая постепенно понижается. Если режим нарушить, кристаллы не вырастут и все придется начинать сначала. В печи кристаллы находятся в вот таком тугоплавком тигеля. Через две недели, когда синтез завершится и они вырастут, тигель поместят в химический шкаф горячую азотную кислоту. Здесь еще неделю кристаллы будут освобождаться от застывшего растворителя окися свинца. Увидеть, что получилось, можно не раньше, чем через месяц. Готовые кристаллы отправляют на проверку и аттестацию. Первый отбор мы отбираем просто визуально. Вот буквально под микроскопом посмотрели поверхность, посмотрели какие у него присутствуют грани. Здесь на картинке видно, что поверхность довольно-таки дефектная. Но это не означает, что сам образец дефектный. Это всего лишь говорит о качестве его поверхности. Если визуальная проверка пройдена, ученые приступают к рентгеновскому исследованию. Только так можно изучить структурное совершенство кристаллов. Вот здесь вот помещается образец под определенным углом, проходит рентгеновский луч, и этот образец потихонечку покачивается. Поэтому называется этот метод кривая качания. От того, насколько эта кривая узкая, насколько этот печок тоненький, настолько качественнее кристаллы. Выращивать кристаллы на кафедре физико-технического института начали еще в 70-х. На протяжении 50 лет крымские ученые проводят исследования, опыты, делают открытия и сотрудничают с коллегами по всему миру. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня.